Привет! И мы продолжаем мутить меню для нашей игры. Теперь у нас есть некие виджеты, которые, в принципе, нам в будущем и необходимы будут. Сейчас давайте gameinstance меню наше. Здесь мы будем кое-что подправлять. Подправлять мы будем некие штуковины, как вот game. Давайте добавим здесь параметр. Прежде чем добавлять, надо было создать. Давайте создадим папочку. В ней будем находиться всякие дополнительные вещества, которые нам нужны будут для меню. Назовем папочку item. Я пока не знаю, как назвать ее. И ищем такую штуковину, как enumeration. Пробьем ее, как, допустим, enumeration loadgame. Так, создадим здесь две новых и в нем тут пропишем наше основное меню. Это main menu и пауз меню. Но мы прописываем, наверное, не так все-таки. Давайте пропишем, как здесь мы прописали. просто скопируем меню. Вдг. И так не вижу. Сейф. Так, не сейф, load. И вот ее сюда прописываем. Вот эта enumeration нам нужна для того, чтобы, в принципе, выбирать то меню, куда нам необходимо зайти будет. Если мы, допустим, будем из игры выходить. Так, новый параметр. Давайте прозовем его е. Так, е-load какой-нибудь. Типа коротко. И выберем отсюда наше наименование, которое мы прописали. е-loadgame. Это вот наша enumeration. Скомпилим. И давайте протолкнем ее сюда. Так, почему-то наш виджет что правильно не создал. Значит, нам надо будет в самом виджете прописать такую штуковину. То есть мы здесь, по сути, передаем переменную, которая будет нам показывать, откуда мы зашли и куда мы это... откуда и где мы создали, так скажем. Так, и теперь... Теперь, теперь... Давайте зайдем в наш load-меню. Вот оно. Так, меню загрузки игры у нас будет какое-то. Пока мы его стряпать не будем. Давайте тыкнем сюда. Просто кнопочкой. Пока сделаем назад, да? Будем писать по-английски, потому что, допустим, сделаем все на английском, а там уже будем импортировать на несколько языков. Представим. Допустим, на английский, на еврит и японский. Шутка, конечно. Так, при констракте мы удаляем. Even tick удаляем. Мы создали наше нажатие клавиши и на констракт нам, кстати, надо создать... Нам нужно создать каст. Касту. Теперь мы кастуем на тот game instance, который мы создали. g instance menu. Вот он. Сейчас мы создаем, по сути, переменную, к которой будем обращаться постоянно. getGameInstance Здесь у нас PromoteVariable и давайте пропишем ей наименование как g instance ref чтобы мы... так... меню ref чтобы мы не запутались. это наша переменная, которая будет, по сути, везде тыркаться. Так, давайте кнопочку назад быстренько оформим. remove from parent Далее Давайте создадим переменную, как как eLoadGame Как я там ее прописывал? eLoad просто, да? Сейчас посмотрим. eLoadGame Здесь также прописываем так eLoadGame то же самое закидываем открываем так нам получается надо именно чтобы мы ее могли редактировать и соответственно blueprint и где-то тыркать так компилируем здесь выбираем меню то есть наше основное меню не eLoadMenu а меню сохраним так кидаем его switch on eLoadGame копируем и далее мы уже тыркаем на переход в основное меню наше переменное это так нашим переменной она у нас не покажется пока мы не кинем вот это отсюда отсюда мы кидаем show меню которым мы создали то есть показывать основное меню наш event get instance меню мы его создали первым вот он так прописали прописали наши пальчики устали теперь просто пока сохраним здесь у нас ничего нету давайте напишем чтобы мы не путались что это вообще такое так это же у нас так load game сделаем так так пока внешне оформлять особо не будем это я буду делать скорее всего сам лично здесь сделаю кучу анимаций всяких для для красивости так компей save пробежимся на load вот она у нас она уже появилась потому что мы там создали все соединяем это на загрузка видишь загрузки игры как же сложно это звучит снова компилим сохраняем теперь нам надо по сути создавать наши менюшки менюшки у нас создаются стандартным образом вот как мы здесь создавали вот это сразу мы копируем потому что она нам пригодится практически во всех виджетах копировать констракт на cast на instance наш так давайте с основного меню основное меню вот оно сразу сюда удаляем ставим так в чем проблема потому что придется заново писать не хочу все заново писать просто скопирую promote variable его так каждый раз придется делать ну чтобы у нас имя переменной было одинаковым по сути везде здесь мы по сути делаем давайте проименуем это все подключение подключение игрового инстанса то есть подключение game instance который по сути он у нас является одним из управляющих теперь тыкнем на дизайн и создадим небольшой дизайн таймлайн мы немножко спустим оно нам не нужно в данном случае так кидаем канал с панелью у нас основная есть вся давайте у нас выйдет vertical box где-нибудь основное меню давайте сделаем слева потому что у нас разрешение скачет именно сверху с левого угла да вот отсюда всегда так что чем ближе левее тем лучше так наш vertical box выставляем на полное значение чтобы он образно центриру кстати ну вот ладно пока сделаем так да по сути он может измениться то есть мы запускаем на экране меньшего размера и соответственно это все меньше становится возможно это неправильно но это мы уже посмотрим потом так vertical box мы кинули кидаем сюда клавиш так 2 3 4 5 и 6 у нас 6 клавиш давайте выделим их все эти кнопочки нам можно было конечно давайте сделаем вот так настроим одну клавишу на полную все теперь давайте не будем на полную выставлять чтобы он сильно у нас не растягивал на пендинг пендинг слева сделаем отступ 50 справа 50 сверху в районе 30 снизу в районе 30 то есть 50 на 30 в принципе копировать это нам не надо внешне я в принципе работать как говорится сейчас не буду потому что эти клавиши мы потом я потом скорее всего сделаю картинками натыкаю здесь поставлю звуки и так далее возможно это я вам тоже покажу так прописываем наш new game это у нас одна клавиша клавиша теперь давайте выставим какой-нибудь синий цвет да по сути делаем дубликат и сразу видите у нас настройки принялись и уже все правильно так следующий у нас будет load game загрузить игру далее делаем снова также дубликат ой не на то нажал не на то нажал settings настройки так давайте не settings давайте shop пробьем здесь магазинчик у нас будет можно конечно отдельные клавиши где-нибудь магазинчик сделать давайте лучше да реально так и сделаем так load я уже создал settings делаем дубликатик здесь мы пропишем не знаю about а там в принципе что вам необходимо сами пропишите можете вообще его не создавать quit это у нас выход все клавиши у нас настроились теперь конечно бы нам клавиши эти переименовать так давайте be new game следующая клавиша be road game желательно все все-таки то что вы создаете прописывать нормально чтобы у вас структуры была прям вся правильная так как я все здесь быстро делаю то есть мне пока на это наплевательски можно относиться так но вы делаете все правильно так be quit все то есть be это означает button то есть кнопочка для того чтобы уж текста по сути вы тоже можете переименовывать t quit для того чтобы знать что это такое или text quit или еще что-то там уже ваше значение все переходим в граф теперь у нас есть вот видите клавиши по сути надо конечно на них создать клики здесь здесь клик здесь клик видите и зато мы понимаем что это b new game а не то что там написано непонятно что то button 748 так теперь сейчас мы все протыкаем все мы создали наши ивенты по нажатию клавиш и так далее так new game давайте пропишем здесь здесь как всегда game instance у нас будет очень рабочей моделью и мы прописываем как мы там create new game да все все больше ничего не надо писать боже мой как легко это все так remove from parent мы удаляем тот виджет который типа у нас где-то загружен дальше снова get player controller из него вытаскиваем нашу очень известную ноду как show mouse cursor здесь мы его отключаем потому что мы выходим из какого-то меню основного получается курсор мы выключаем и также прописываем set set input mod game only то есть мы переключаемся на управление игрой так теперь это немножечко чуть-чуть повыше здесь писать не писать для вас все это это как бы ну по сути кнопка новая игра то есть ну вы по сути это уже сами должны понимать ничего сложного давайте здесь я особо ничего не буду прописывать если если не будет никаких основных сложных моментов так load game по сути это все можно скопировать даже кроме вот последних значений так это мы копируем и это мы копируем ставим так переключаемся на английский load game подключаем подключаем теперь теперь мы по сути здесь у нас все правильно ставит меню является основным и так как мы заходим с меню соответственно здесь все правильно стоит когда мы будем заходить из куда-то в какой-то виджет из игрового меню то соответственно надо будет писать game меню ну в смысле game меню так вставляем вот в таком варианте нам нужно предыдущие закрыть и соответственно новые открыть теперь сеттинг подключаем все так же самое шоу сеттинг и как говорится проблем то у нас и нет просто запускаем те ивенты которые создали в game инстанции так about что-то я я уже скопировал это так как мы его там прописали так как мы его там прописали about прописали я уже не помню так меню 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 мы его и не прописали так ну этот то мы кнопочку то создали точнее мы виджеты создали а вот кнопочку мы не создали для того чтобы загрузить наше about меню по сути нам надо скопировать что-то вот это прям просто копируем и будем переделывать так custom event удаляем создаем новый давайте просто about на show about подключаем к виджету указываем наш виджет удаляем данную штыковину создаем promote variable прописываем ее как about меню и соединяем в принципе здесь здесь мы ничего и не изменяли все мы создали компилим сохраняем переходим в виджет меню и открываем создаем открытие нашего нового виджета и кнопочка quit quit по сути мы можем кнопку quit просто сделать выход когда в меню нажали выход и он сразу выходит можем сделать так чтобы вышло сообщение типа вы точно хотите выйти как бы в некоторых играх так и делают да но если необходимо будет мы это сделаем вы пишите в комментариях если вам это интересно мы это сделаем quit game и мы прописываем quit здесь ничего больше и не надо делать сохраним save так ну и теперь вот так вот каждое меню надо будет прописать сколько у нас идет запись 30 минут на это достаточно основное меню мы в принципе сделали то есть внешний вид пока не будем напиливать встретимся в видео номер 3 там мы будем заполнять так скажем создавать меню настройки но мы там быстренько создадим потому что настройки еще это будет отдельное видео где мы будем прописывать получается конфигурацию сохранения и загрузки настроек игры то есть типа сделаем какой загружать так где это у нас типа какого качества текстуры какого качества персонажи мышь модели и так далее это уже будет тоже отдельное видео не относящиеся к меню а какого того что я не не а Продолжение следует...